ну что друзья вот напоследок по море наш отпуск завершился и сегодня 23 июля мы уезжаем домой скажем спасибо парк отель черноморский ревер за доброту за ласку и выезжаем домой едем домой ну смотрите друзья отель в общем-то заслуживает своих трех звезд заслужит для того чтобы его посетить персонал старается не все получается но старается самый большой минус это конечно основной ресторан он просто маленький из всех или даже половину не вмещая на любви расширить непосредственно пляжный ресторан и увеличить ассортимент но посмотрим что будет дальше а так все познается сравнение сейчас вроде бы есть минусы есть плюсы что-то там не устраивает но когда вы приедете домой когда вы будете сравнивать цены естественно естественно будете вспоминать этот отель вот но так принципе неплохо единственное то что море подкачала потому что она была и прохладненькая и тины много вот этот тоже минус а так неплохая еда все вкусно спасибо персоналу за его старания ну все друзья мы выезжаем и берем курс на москву покидаем город герой керчь парк отель чердоморская ривьера берем курс на москву мы езжаем наверно на трассу таврида чтобы ехать на мост с керчи выехали я говорю что мы на трассу таврида и обратно нет уверен наверно сворота по-другому лучше все едем домой я мы еще пока не давно еще не развернулись мы едем на ялту когда мы вернемся в крым когда вернемся опять в этот же отель мы не знаем но в принципе в этот отель можно возвращаться за эту цену довольно таки неплохой за свои деньги я говорю на трассу таврида нету как-то выедешь а на по я говорю значит выезда нету петлю какой-то я говорю сейчас петлю делаю пока прямо и вон там я говорю на трассу таврида мы выходим просто по-другому нету выезда ну видишь там какая-то петля и это и потом как обратно вон туда на ту дорогу сейчас мы по мосту с моста съезжаем ну вон ты москва идешь за ними они все знают у них навигатор лучше я говорю с моста съезжаем ну и пошли налево туда по-другому парюшка существует вон а трасса пошла на эти а я сону туда на ее быка большая хорошая развязка с точки зрения спросите я уже прямо пишу Анапа-118 Новороссийс-157 пробка на пустом месте взяли отгородили непонятно что и для чего даже две полосы отгородили просто вот там вот съезд почему мы там и стояли там вот съезд видишь ну и что съезд-то непонятно вообще все равно кто съезжает пропускайте сзади все стоят там уже две полосы уже далеко да а там вот эти поставили достаточно вроде будет идти так не непонятно вообще как-то причина просто взяли убираются чистят что тут они просто взяли отгородили чтобы лучше просматривать просто-напросто рос транснадзор транснадзор т.к. это тоже военный? на верху смотри да на верху на верху не знаю что поставили из Украины Ничего не ремонта, ничего нет Диапазон К Я говорю, что проще смотреть Пост, это въезд на мост получается Раз Все возможно И они отгородили Да И они отгородили одну полосу, чтобы просматривать все машины А здесь что такое? Непонятно, дверь, ламинат Вот и все, теперь пошли Типа поста какого-то Ну да, поехали Получается, вот теперь все Прямая в Грыльском мосту Ограничение 90 Да, вот мы уже Езжали Ну, конец Мы уезжаем с моря Москва полетела Ночью красивее Ну да Подсвечивается Однем Даже тут дорога и дорога Смотрите, предыдущий ролик, когда мы ехали сюда Как раз мы ехали ночью Когда мост подсвечивался Видишь, какой заливчик А там сверху железнодорожный мост Поезда там ездят Созвук Везет Вот, а вон уже самые тярки Которые ночью светятся А сейчас обычные И которые мы с отеля наблюдали У нас с отеля был виден мост Было красиво Вон там Вот оно море Керченский залив Пролив Пролив Залив Пролив И две арки Одна по железнодорожному А другая По обычному мосту Ах, да Вот они, арочки Смотрите А вон море какое разное Это же тут зеленое Да, зеленое и синие Снимай Голубое О, а как Ну теперь точно можно сказать До свидания Крем До свидания Кирч До свидания Парк-отель Черноморская ривьера Ну и в общем-то мы уже в Краснодарском крае Мы еще не проехали Еще пролив Мы только в середину Вот оно море Все, мы еще проезжаем этот Грандиозный мост Который так тяжело давался Мы его построили Давай Ну вот Еще должны пост Проедем же здесь очередной А что меня не пишут Добро пожаловать Еще мы не заехали Мост еще крымский Слева смотри, Кирюша И вот этот пост Я говорю Такой же, как и с той стороны Пункт, видишь? Город Тамальна права 400 метров Нам левее Левее Правильно Нам на портовании надо Вот тут, видишь, ты Тоже в одну Тормозят Тормозят А вот смотрите Вот пробочка Ну совсем маленькая Маленькая Небольшая Тоже в одну Это совсем нет пробки С учетом, что время у нас Без 15-12 И с учетом, что сегодня Суббота То есть машин немного Или вчера Или вчера в пятницу Проехали Или в ночи может Еще не доехали сюда Не забываем Подписываться на канал Ставить лайк И писать комментарии Виноградники Первый АЗС Слева там у нас Походу Азовское море Мы сейчас сюда заедем Сделаем техническую остановочку Лукойл как всегда Как всегда Лукойл везде Смотри народу сколько Правильно Так как Где мы там еще большинство Здесь 49-12 Видишь На рубль дешевле Все поехали сюда Мы заправились в Крыму Да Здесь место Видишь, есть даже Где отдохнуть Ну да, вон какие-то Даже фотографироваться Какие-то Человечики зеленые Вон туда надо где-то Вон за белой машиной Вы ушли с маршрута Офига тут Мне что-то нет С кем не бывает С кем не бывает Ну там еще, видишь Туда можно Да, да Там где-нибудь Вот тут еще Видишь Какой текст А вот тут еще Какой-то даже Комплекс Детская площадка Тут походить можно Вот слева Нет Вон парковка целая Вставайте Все Спокойно Правда Для автобусов Но без разницы Ну туда иди Подойдем Ну все Выходим Ну естественно Здесь Очень и очень Много машин Можно и здесь Что-то взять Поесть Боргеры Это вот фото Зона Дистополе 5206 5256 92-49-12 95-55-32 100-62-15 Пропан-бутан 22-80 И вверху Там Как уставить Бонус 59 Беседки Места Для курения КФС Да, я вижу А вот то, что Напротив Вот это вот Куда мы изначально Зашли Там туалет 45 рублей Магазин Там это Так что туалет Здесь платный Ну что, мы едем дальше? Ну комплекс большой такой И все Едем дальше Едем по другой дороге Туда мы ехали Через Голубинскую станицу Сейчас мы едем Немножечко по другому И как видите Здесь есть ремонт дороги Одна полоса В одну сторону В другую полосу В другую сторону Ну мы идем по трассе Думаю, в объезд поехали? Ну вроде бы Когда скорость Конечно Снижена Но все едут Суббота Середина дня Это рыночек стихийный Почему стоят Непонятно Кто-то куда-то выехать решил Тут вон эти всякие Меховые изделия Типа шапок Куба И на эти На сидушки Коврики какие-то С верблюжьих Наверное Какой-то перекресток И промочка Ну видимо развязку какую-то А там кто-то Техоход похоже Выехал И там дороги сходятся Еще с развязкой Вот этой Видимо Гору все обрубали Чтоб дорогу сделать Что у него с борта Что там грозит Ты не очень увлекайся Налево Перекресточек Из-за этого Мало кто уступает Надо еще дождаться Что он уступил Вот такие проблемки Могут быть Из-за одной аварии Получается Что в одну Что в другую сторону Сразу Проблема И еще Через Голубицкую Мы лучше проехали Да Через Голубицкую Мы лучше проехали Основная трасса Как-то что-то Не очень идет Конечно Везде могут быть Какие-то заторы Но здесь заторы Когда мы ехали Сюда тоже был Хотя было время В ночи Да Мы поехали через Голубицкую А тут показывалось Что все красное Тоже из-за какой-то аварии Возможно Возможно Мы там не ехали Мы не знаем Или же здесь всегда Потому что две полосы Уже аварию-то проехали А пробка не рассосалась Значит что-то еще где-то Все желто На этом навигаторе В общем мы съехали На Темрюх Не поехали по той дороге Здесь ремонт дороги Кругом и везде Ну здесь показалось Что на полтора часа меньше Видимо там пробки Вся масса основная Ушла туда Направо Правее Ну на нахуй Дорогу они пошли А мы ушли на Темрюх Остановились вот на такой ярмарке Уже она там набирает помидорчики Помидорчики по 30 рублей По 45 рублей Вот такие вот Сейчас мы еще и дыньки возьмем Посмотрим Сколько это будет стоить И все вот это вот Они собирают здесь Ну еще вот им привозят Получается Вот Кирюха балованный А дыньки почем Хорошо Спросим Ну здесь я смотрю Вот туда Видишь сколько арбузов повезли Короче это они собирают Вот здесь у них вот поля Дыни, арбузы Это все они собирают Ну там поля И здесь Ну да Здесь вот перчик Растет Жанна Сколько почем Дыни, арбузы Ну в общем все вот это у нас Две дыни Арбуз огромный Помидор очень много Пакет перца Чеснок Вышло на 1100 А так сколько? Чего не знаешь? 25 рублей Эти арбузы Это вот местные Чеснок 80 рублей Кукуруза Штучка 25 рублей Ружная Сок Вот Помидоры по 30 По 40 5 Какие-то есть по 60 Ну выбирать можно Так Вот дыни не спросила Пошло Ну ладно Что-то дыни рублей по-моему по 30 Что-ли по 40 Пятерочка Там вот Вкусные Точка И большой-большой Такой вот Перекресток Да, кстати Светофор-магазин Да, светофор-магазин Кстати Дыни по 60 рублей Арбузы 25 Есть на дороге по 15 Но сказали Это старые Которые завозили В не сезон И теперь не могут Распродать Поехали Впереди у нас Красненько все Красненько все Там вот Похоже Путь Ленина Светлый Потому что там Перекресток Какой-нибудь Светофоры Все может Не знаю Но машин много Да, Славянск На Кубани Краснодар Прямо Паленковская Анапа Направо 300 метров Ну здесь вот Развивка Ну а большая Развивка здесь И здесь пробка Светофор Ну да Светофор Ну все равно Пробка Она и есть Стоит везде И все Попробовали Объехать Но похоже Не очень Это нам помогло Ну Паба Очень уже Катя Посмотрим Что будет дальше Уже Уже Три часа Прошло Пробка на 3 километра Ну Навигатор пишет Что пробка на 3 километра Посмотрим Диапазон Приверзти направо Другого пути все равно Уже есть вот еще Въезд Варениковской И все это будет Сливаться в один поток Поэтому здесь Вот такая вот Фигня Сейчас впереди Ремонт дороги Ремонт моста На полкилометра На полкилометра Ремонт моста Ремонт еще там впереди Потому что чей мост Будет здесь Потому что этот ям не делают Ай В прошлый раз мы тоже ехали И чейга ничего не делали Но ремонт был Но ремонт был Работы не было Работы не было Вот этот мост Который ремонтируют Не, там есть рабочие И он там Еще видишь Железнодорожные пути здесь Все дохучено Еще камера там Здесь правда Понятно Тоже на доминиум А, ты сам Я читала Вконтакте Краснодар ЧП Писали, что С вчерашнего дня К славянскому району Ну, вроде бы Это мы проехали Но дальше В Серховно Красное Судя по навигатору Красное Славянский район Ну вот Мы въехали В населенный путь Коржевский Да, и пробочка Заканчивается здесь Еще немножечко Желтого И потом пойдет Зеленое Непонятно Почему Непонятно Что, чего и как Зачем и почему Там светофор После светофора Все Ну вот Светофор Видите А после светофора Все пойдет Зеленым Ну все Почти выехали Едем дальше Из этой пробки Что будет дальше Мы пока не знаем Краснодар направо Новороссийск Анапа Автовокзал налево И вот Эту вот Светофор Сливается Несколько дорог В одну Набережная Славянск На Кубани А, ну зашли Здесь А мы сейчас Через мост Будем проезжать Направо Чтобы пересечь Мы в Мае Там стояли Да Только что-то У нас вообще Не еду Как-то Потому что Ехали вторым Рядом Светофор Горит мало Вот мы На этот мост На Ялосковой Кубани Прямо Один километр Пятьсот метров Объезжали Объезжали И все равно Выкрысили Да? Угу А видишь Мост по-другому Не проедешь Все равно По улицам Там раз это Просортировал Навигатор Всех А все равно Мост И все равно Пробка Утром Днем Вечером Вот тут все равно Славянские Пробка Кто-то же говорил Где-то можно Там типа Объезжать По каким-то Этим Закоулкам Но мы опять Поехали По навигатору Никакие Закоулки Искать Мы не стали Не супите Нас Что чем Плутать Ну постоим Чего теперь делать По картам Мы разучились Так не Ну по картам Опять же Дорог не знаешь Там закрыто Может быть Там закрыто Фиг его знает И может оказаться Еще дольше Здесь рынок Река Протока В Славянске Накубань Местный рынок Он уже закрыт Он видимо Полный проток Вот этот мост Почему-то все время Какие-то сложности Потом проезжаешь И дальше Более-менее Выезжаешь Вот в принципе И все А я уже вон там Выезд из города Вот это где школа Где мы стояли Когда Ехали в мае Через 300 метров Поверните налево А затем Поверните направо Вот туда Нам левее Поверните налево А затем Поверните направо На школьную улицу Прямо 11 километров Какая красота Жанна в подсолнухах Через 400 метров Поверните налево Прямо к Калининской 19 километров Направо Гречаная Балка Гречаная Балка В общем Балка Поверните налево А Смотри как выйдет Развал справа Ну да Что такое Опа Прямо 12 километров Желтенькие поля Начинаются Здесь крупные Там были мелкие Их сразу видно Когда крупные шапки Поворот круглый Вот Гречаная Балка Населенный Пункт Опытная Станция Станица Ленинградская Это уже выезд Выезд Но все равно Видишь какой Самолет И опять Который Без этой Снимай Дарья Ну что это как это Кисло стоит 22 Кисло стоит 31 Что-то оно не это Здесь прям солнышко Потому что прошло Солнце светит А на улице уже похолодало Похолодало конкретно А он показывает 21 градус всего И к вечеру После дождя Вообще Прохладно Красивые Подсолнули И здесь много Ярмарка 500 метров Очередная Их здесь много Везде одно и то же Цены одни и те же И непонятно Что откуда Нет Я же на то и посмотрела Но везде Они одни и те же Плюс-минус 10 рублей Но здесь такая Малюсенькая Совсем Здесь не особо такая Кисляковская После нее уже Въезд на трассу Станица заканчивается На трассу Дон И прямая К Ростову-на-Дону Получается, что Сейчас где-то Развязка Какая-то Будет Как он выглядит Со стороны Ну ты еще Машинку Стоять И выезжаем Татрасу Дон Или как она Она же идет Да? Татрасу Дон Вся Машинку Раз的 Машинку Дон Машинку В общем, время сейчас у нас 19.25, мы выехали где-то в 10.30, и только-только мы выезжаем. Раз по станицам ехали. Но мы не спеша ехали, плюс пробки собрали. Ну, и в общем-то часто останавливались, то одно купить, то одно посмотреть, то другое посмотреть. То в туалет сходить, то перекусить. Ой, какой сон самый красивый. Да, я в Герман-папай. Сейчас он будет нам уже в спину, поэтому будет не так. Вступи до рук, смотри. Вот диапазонка. Рядом, а тут будет все красиво. Сейчас Влада поставить, и все. Сейчас посмотрим, что у нас до Ростова. Радар, Кущёвская 12, Водяная Балка 31, Ростов-на-Дону 90. Поехали. Заехали мы опять на заправочке Татнефть, и опять на загаде, как и в прошлый раз. Вот такая большая-большая Татнефть. Девяносто пятый. Получается 52,99. 92,48,29. Дистоплив 52,29. И ещё какой-то дистоплив 53,79. Ещё забыл сказать. Ну, до этого я уже говорил, если вы заправляете себя 30 литров и больше, то минус 2 рубля. Это удобно. Мы решили мы здесь перекусить. Взяли кофе. Сколько кофе стоит? 209 рублей большие. А мы уже здесь кусали в прошлый раз. Мам, может, ты мне кофе дать? Мам, конечно, дать. И вот такие вот сосисечки взяли. Мне можно без коробки. И сколько вот эти вот сосиски? 169 рублей. В общем, вот такие здесь цены. Примерно. Ну, как объедем на заправку. Приятного аппетита. На заправку не бывает дешево. Мы подкрепились. Машину заправили. Полный бак. Сейчас посмотрим чуть дальше. Должна быть вывеска. Сколько нам до Ростова. И едем на Ростов. Тогда было сколько? 90 километров? Ну, когда выезжали, да. Здесь буквально это заправишь, когда мы съехали, несколько километров там проезжать. Два или три. И будет заправить так несколько. Как после станец выехали? Ну, а это Кущевская. Ну, наконец, Кущевская. Сейчас, подожди. Вот, где они выходят. Ходят на пол ехать. Близко. Пока. Какая-то. Это, по-моему, съезды, что это. Нет, почему. Вот, водяная балка 16. Ростов 74. Ростов на Дону 74. Рега Кубакиньей. Это первый пункт взимания платы. Что-то все забито. И машин много. Чего-то, да. Как-то не совсем интересно. Что еще? Везде машина. Ну, там, конечно, меньше было. Диапазон К. Диапазон К. Диапазон К. Диапазон К. Ага. Ага, смотри, где еще Тепас. Вот. Вот. Тут вот. Правый. Вот этот. И там один. И там один. Сейчас этот тебя подрежет. Пусть эти все проедут. А то тебя сейчас... Дай на расстояние. Пусть они уедут до конца уже. Сейчас тебя к ним подсобачат. Смотри, сзади никто не это. Сзади у нас было. Слова. 105 рублей. Класс 2. Класс 2? Класс 2. А, у нас должен? Первый у нас класс. Опять должен быть перерасчет. Ничего удивительного. Скажи спасибо хотя бы не третьего. Какого этот может сзади, за Нави? Он прям в плотную шел. Вот этот. Нет, этот не шел за Нави в плотную. Он остановится. Все, до Ростова где-то... До Москвы где-то уже тысяча пять километров. Тысяча сто. Каких тысяча... Тысяча сто. Вот сейчас увидим. Вот сейчас увидим. Вот. Тысяча девяносто три. До Москвы. Вот Ростова здесь на полосу. И так уж. Умного осталось. Так, сами мы, в общем-то, проехали. Кружную. Вот сейчас мы будем съезжать. Поворот направо. Вон там Икея уже видна. Мега. Но машин, конечно, многовато. Все, мы съехали. На движение затруднено. До Камин-Шахтинского, 125, Воронеж, 566, Москва, 1055. Ну, вот здесь... Выезд из-за оффсайда. Кромочка. Проблема. Вроде две полосы, но неизвестно, что и как. Там, например, присунули. Ремонтная работа. Ну, сейчас посмотрим, что там. Ну, в общем, все поехало. Непонятным образом, почему была пробка. Никакого ремонта нигде нету, ничего нету. Просто все потолкались. А теперь просто все поехали. Да. Вообще просто полный... Без причин. Просто 2,5 километра пробка без причины. Просто потому, что все не ехали. А теперь они же все поехали. Прикольно. Еще одна АЗС Лукойл. И вот такой большой комплекс питания. Время пончиков. Там машина стоит, как декорация. И ложка за маму. Так что по дороге ездя поесть. Ну, а мы едем дальше. И вот здесь пост. Ну, да. Парк Патриот, Камен Шахтинский. Проехали. Время без 15.11. Вечера. Машин что в одну, что в другую сторону. Просто много. Это с учетом то, что еще не все едут ночью. Что будет днем, неизвестно. Наши ночи. Поток, он прям все забито. Вся дорога. Это садится. Радар. Тут видно, что машин много. Что все сплошняком идет. Вообще здесь. Вот тут перед Камен Шахтинским. Вообще машины. Так много и там уехали. И в Ростове столько же. И после Ростова столько же. Редкие промежутки. Где чуть меньше машин. Мы опять остановились. Сделали остановочку. На заправочке Лукоил. Так как их по трассе очень много. Поэтому проще здесь останавливаться. Остальных заправочек не так и много. Вот. Ну смотрим. Здесь топлива. Вот такие цены. А до Москвы нам осталось 908 километров. Еще ехать и ехать. Ну для ночи, да. Как мы и говорили. Машин достаточно многовато. Ремонт дороги здесь так и остался. Вплоть от Ростова периодически будет. Ремонт дороги. Примерно где-то полторы полосы. Разъезжаться плохо. И похоже он до самого платного участка будет. Ну в общем-то с ремонтом дороги. Въезд на Татнефть в Багучарах. Как она? Не Багучарах, а в Дядино. В сторону Москвы закрыт. Поэтому Татнефть не работает. Там где мы хотели заправляться. Не заправились. До Москвы 735 километров. До Воронежа 228. Вот. Так что имейте в виду то, что ремонт дороги никуда не исчез. Он только может перемещаться. И завтра будет совсем в другом месте. Ну когда поедете на Ростов, вы сами все увидите. Чуть дальше есть Роснефть. Роснефть. 92-й бензин стоит 47,60. Ну а мы потихонечку едем домой. Время сейчас полвторого ночи. Ну вот на Ростову уже машин не так и много. Ну в общем-то как и в Москве на Москву. Периодически собирается на Москву, но... Не критично. От Ростова... От Ростова это первый пункт взимания платы. У нас это второй пункт. Время сейчас 10 минут третьего. И мы только доехали до этого пункта. Диапазон К. Сейчас посмотрим, покажет или не покажет. Сколько чего здесь у нас. Здесь не покажет. Поехали. Мне не показывают все. Вот столько мы времени добирались до этого пункта. Почти в Воронеже. Да, почти в Воронеже. До Воронежа осталось чуть-чуть. Но до Москвы в принципе тоже не так. До Москвы 650. До Воронежа 100. В Воронеже тумане. Солнышко встает. В Воронеже туман. На Москве 518 километров. Там рассвет. И мы подъезжаем к очередному пункту взимания платы. Пойдем с Лени. Здесь много и свободно. Ну да, здесь вообще большой этап. Ну да, в 4 утра. А да, мы их время не сказал. Начало 5-го. 15 минут. И мы все в пути. Вроде бы как бодрячком. Нет, я не бодрячком. Бодрячком, бодрячком. Все хотят. Не расстраивайся, скоро будем. Поехали. Вот он рассвет. Время 5 часов утра. И прям до дома нам осталось 460 километров. До Москвы где-то 430. Вот оно, солнышко. Вот он новый день. Ну все, поехали. До дому. Так, Тула. 74, Кашев, 124. Москва, 241. Вот. Вот такие вот пейзажи. Из окна нашего авто. Как я, экологисты, и местности, а? Да, Жанна? Да. Вот она какая. И как и былика. И как и былика. Курская область. Еще немножко. Там она нам осталась по километральному. Нигде не пишет. Ну, вообще, у нас написано 220 до дома, значит, километров 200 до Москвы. Еще немного. Получается, что самые тяжкие уже последние эти, после бессонной ночи, последние километры, надо где-то что-то остановиться. Друзья, в общем-то, все. Мы приехали, заехали в Московскую область. До дома нам осталось 126 километров. Непосредственно до дома. Заехали на заправочку АЗС Газпромнефть. Цены здесь адекватные достаточно. Вот 92-й бензин, 46,50. Решений тут точно не вижу. Ну, адекватные цены. И плюс еще, вы можете получить скидочку до 3 рублей. До 3 рублей с литра. Если зарегистрируетесь в мобильном приложении. Вот. Так что, пользуйтесь. Пока это есть акция. Акция до 31 августа. Ну, а мы сейчас немножко передохнем. Ножки разомнем. И поедем уже до дома. В общем, смотрите, друзья. Время пути у нас составило 24 часа. Проехали мы 1600 километров. Обратно мы поехали той же дорогой, что и ехали в Крым. Через Малино. Потратили мы 175 литров 92-го бензина на 8 415 рублей. В общем, вот так вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. И до новых встреч на канале. Да, еще забыл. Ушло у нас на оплату платных дорог 1939 рублей. Вот теперь все. До новых встреч на канале.